С самого начала у Бога был удивительный план для нас. Он хотел быть рядом с нами, любить нас. Он хотел дать нам хорошую, полную радостью вечную жизнь. Но что-то пошло не так. Мы захотели жить самостоятельно. Мы отказались от Бога, от Его плана. И мы нарушили Его закон. Поэтому мы все теперь заслуживаем наказания. Из-за нашего же бунта мы были отделены от Бога. И в конечном счете это все приведет нас к вечной смерти. Мы чувствуем все равно, что без Бога наша жизнь пуста. И мы стараемся заполнить ее разными способами. Мы делаем добрые дела, мы изучаем религию, даже посещаем церковь. Но ничто из этого не сможет помочь нам решить нашу проблему. Мы стали преступниками, нарушив Божий закон. И теперь грех – огромная пропасть между нами и Богом, которую мы не в силах преодолеть. Но это был Бог, кто нашел решение. Он так сильно полюбил нас, что Он послал Своего Сына Иисуса умереть вместо нас и понести то наказание, которое заслуживали мы. Но этим все не закончилось. Он воскрес из мертвых, Он вернулся на небеса, как Царь всего. Таким образом, Он преодолел силу зла и смерти. Благодаря Иисусу мы можем вернуться к Богу. Ответив на это послание правильным образом, мы можем получить прощение и новую жизнь. Нам всего лишь нужно поверить, что Иисус умер за нас, что Он воскрес, и признать Его главным в своей жизни, признать Его своим Господом. И в этот момент зарождаются наши отношения с Богом. Теперь мы можем пережить Его любовь и узнать совершенный Божий план для нашей жизни. Именно в этот момент мы не только получаем прощение, но также Его силу жить новой жизнью. Прямо сейчас ты можешь вернуться к отношениям с Богом. Или же продолжать идти своим путем и понести наказание сам.